Экспертное мнение на ТСВ в студии Денис Мартыненко и Владислав Лукаш. Приднестровье продолжает отбиваться от информационных атак и делает это на государственном уровне. На выходных появилась очередная ложь о том, что Винницкий аэродром якобы бомбили с территории Приднестровья. Да, о фейках и как им противостоять говорим сегодня с нашим коллегой, журналистом ТСВ Вадимом Балутовичем. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. Снова пришлось выходить с опровержением президенту Приднестровья. На этот раз Министерство обороны подключилось. Вот что президент написал в Телеграме. Ответственно заявляю, что несущие на территории Приднестровья службу российские миротворцы и военнослужащие ОГРВ находятся в местах постоянной дислокации и не имеют никакого отношения к обстрелу аэропорта Винницы. Обстреляли ракетами аэродром Винницы. До этого тоже было сообщение о ракетных обстрелах с территории Приднестровья. Есть ли вообще у Приднестровья такие возможности и такие ракеты, которые смогли бы долететь до Винницы и поразить там аэропорт? Ну давайте говорить, в общем-то, исходя из моего личного опыта и того, что я вижу. А вижу я все происходящее на этой территории с 98-го года, когда я начал работать в прессе. Это уже 24 года. Я неоднократно был и на территории ОГРВ, и на учениях, и на учениях Приднестровской армии. И могу ответственно говорить, что нет ни единого, скажем так, системы, которая позволяла бы из территории Приднестровья совершать то, о чем говорят в тех или иных сообщениях. Ведь смотрите, кто делает эти сообщения? Сейчас журналист нам практически стал любой человеку, у которого в руках находится мобильный телефон. Он снимает что-то, происходящее над его головой, поворачивается и говорит, так, пролетел оттуда, а летит откуда, а что там у меня за спиной, а вот что у меня там за спиной. И появляется надпись «Летит оттуда-то». И по факту, по факту, после этого оно становится сразу новостью. С точки зрения, в общем-то, тех, кто воспринимает. А с точки зрения людей осведомленных и информированных, включается то, что называется «Вот что с этим делать?». Ведь не случайно, ведь даже, смотрите, сообщение появляется на украинских пабликах, буквально через какое-то кратное количество минут, 10-15, может быть, полчаса, я не помню точно. Появляется официальный комментарий Министерства обороны Молдовы, которая прекрасно знает, что тут есть на этой территории, чего нет на этой территории. Есть какие-то возможности или есть какие-то ресурсы для того, чтобы совершать те или иные действия, о которых говорится в этом сообщении. И оно говорит, что ничего на территории Приднестровья нет, никаких действий, о которых вы говорите, с территорией Приднестровья, ни российскими войсками, ни какими-то другими, в общем-то, структурами. Не может осуществляться. Они же говорят, что не просто так, потому что они точно и четко знают. Каждый из нас с вами знает, что у нас есть в армии, а чего нет. Каждый из нас с вами знает, что есть в российской части, а чего нет. Потому что мы видим это на каждом параде. Вадим, тут еще другой вопрос появляется. Почему так все сколохнулись и Министерство обороны до выходной день выступило с заявлением? Потому что было официальное сообщение пресс-службы Вооруженных сил Украины, где пресс-офицер на фоне разбомбленного аэродрома говорит, ориентировочно ракеты прилетели из Приднестровья. И лишь через два часа та же самая пресс-служба выступила с опровержением, что ракеты прилетели из акватории Черного моря с кораблей. При том, что и наш президент Вадим Красносельский, который делал свои заявления, и Молдавское министерство обороны понимают силу этих информационных атак и выступают с заявлением, буквально считанные минуты проходят, как украинская пресс-служба ВСУ опубликовала свое обвинение, и тут же выступили и молдавские военные, и наш президент. Моментально, буквально 10-20 минут прошло. В армии есть такое понятие. Мало иметь то, что можно куда-то пулять, надо еще иметь то, чем это можно пулять. И украинская сторона, и молдавская сторона прекрасно знают, еще раз повторяю, что есть, а чего нет в Приднестровье. 60% нашей территории – это зоны безопасности. У нас работают уже десятки лет наблюдатели, в том числе и военные наблюдатели Украины, которые имеют право допуска и проезда, и контроля абсолютно всего, то, что происходит на территории Приднестровья, в этих вот границах. И они точно знают, что есть и чего нет. Министерство обороны даже Украины, моментально, не моментально, пускай, через время разобравшись, выступило сопровержение. Министерство обороны Молдовы получилось быстрее. Почему? Потому что, как говорится, возможности было. И проблем не столько, сколько сейчас на Украине. Поэтому они буквально сразу вышли с этими опровержениями. Я к чему это все сказал? Да, об опровержениях. Потому что в пятницу у нас в этой студии был эксперт из России, который развенчатель фейков, или как его можно назвать? Разоблачитель фейков. Разоблачитель фейков. Она сказала, когда у нее спросили, что делать, как поступать в данной ситуации, она рассказала, что нужно доверять только официальным источникам информации. Вот, пресс-служба Вооруженной силы Украины. Официальный источник. Вот почему все сполошились именно из-за этого. Получается, сейчас как действовать, когда фейки, ладно, уже потом опроверженные, но все-таки их в том числе подтверждает официальный орган? То есть зерно сомнения у людей, которые все это читают, все равно сеется. Они постоянно продолжают слышать фейк, даже если у него потом есть опровержение. Они постоянно продолжают слышать, что в Приднестровье опасно, опасно, опасно. И в голове это все равно откладывается. Могу повторить только то, что сказал вам специалист. Доверять именно официальным источникам. Причем, повторяю еще раз, их можно брать на выбор. Берите на любой вкус. И верите приднестровским официальным источникам? Слушайте их. Верите официальным источникам Тишинева? Слушайте их. В конце концов, президента Молдовы Майю Сан, нельзя, как говорится, обвинить в том, что она любит, позитивно относится к Приднестровью. Но это ее сегодняшние слова о том, что и Приднестровье, и российская группа войск, которые находятся на территории Приднестровья, не представляют военной угрозы. Они не осуществляют никаких действий, которые могут быть расценены как военная угроза. То есть это официальное заявление политика, который признан международной, который, в общем-то, руководит страной и стремится в Евросоюз, стремится в НАТО. То есть ей-то нечем кривить душой или что-то там пытаться укрывать. Но повторяю еще раз, у нас очень маленькая территория, у нас все это известно и все это, как говорится, осмотрено 40 раз. Очень многие ведь даже в Киеве знают на самом деле, что у нас тут есть, чего у нас нет. Ведь представители, официальные представители, в том числе и совбезы Украины посещали Приднестровье, посещали склады в Колбасах. До 2013 года ежегодно проходили проверки ситуации и оценка того, что хранится, как хранится, есть что-то, чего-то нет. И это осуществляли официальные структуры, в том числе и Киева. Все эти бумаги есть. С 2015 года, это уже 7 лет практически, на территории Приднестровья невозможно что-то завести или вывести. Или даже, в общем-то, здесь, чтобы оно оказалось, потому что закрыто полностью ввоз и вывоз любых видов грузов двойного, то есть, которое может использоваться и для военных, и для гражданских целей, и военного снаряжения, оборудования и так далее. До тех пор, до тех пор, такой же контроль осуществлялся молдавскими и украинскими таможенными органами, которые наблюдали за всем. То есть, грузы же не могут в Приднестровье прилететь. Грузы не могут здесь оказаться откуда-то. Наш аэродром, начиная фактически с 1992 года, практически не используется. А он перестал быть военным аэродромом в 1989 году. То есть, до развала Советского Союза он был выведен фактически из списка военных объектов. И, кстати, то, о чем говорил президент Красносельский, когда говорил о строительстве гражданского аэропорта, это же идея 1991 года. Тогда вот уже сразу предполагалось сделать его гражданским. Кстати, вот вы сами заговорили про авиацию, про аэропорт. Это ведь не первый фейк про Приднестровье, о Виннице. Мы слышали всю прошлую неделю о том, что якобы из Приднестровья взлетают вертолеты, авиация, самолеты. О том, что отсюда средствами ПВО сбиваются украинские самолеты над Украиной. У нас вообще есть, чем сбивать и что сбивать? Ну вот сейчас, понимаете, я должен делать официальные заявления, на которые я неуполномочен, потому что я же не официальное лицо Министерства обороны Приднестровья или командования ОГРВ. То, что я знаю, то, что я знаю, вот то, о чем говорят те же самые источники якобы, что можно сбить там самолет, вертолет и так далее, вот этого ни на вооружении нашем, ни на вооружении оперативной группы просто фактически нет. Ни каких-то комплексов этих колесных с ракетами, этого ничего нет. Это ничего нет. Что касается нашей авиации и то, что, в общем-то, может летать. Есть такая штука Google Map. Это любой человек может взять стандартный спутниковый снимок и рассмотреть прямо сейчас, в режиме реального времени, что творится на нашем аэродроме. Вот на этот аэродром, на котором проходят автомобильные гонки, на котором каждый год два раза в год по песке месяца тренируются. Там фотографии делаются и раз в месяц, и раз в две недели, обновляются по-разному. Ну, кукурузник, который там стоит уже много лет, он там и стоит. Стоит кукурузник. На отдельной площадке стоят разобранные вертолеты. Старые, списанные вертолеты, которые когда-то, может быть, и летали. Они стоят без хвостов, без лопастей. Стоят уже так многие годы. И воздух они не поднимаются. И подняться не могут, потому что они старые и списанные. А представить себе, что кто-то втихаря собрал вертолет, и на нем где-то, в общем-то, с каких-то полей взлетает, потом на эти поля садится. Вы нашу территорию видели? Тот пролет, простите меня, вороны размером в два раза больше, чем обычная ворона, это уже тема для разговора всех. А пролет вертолета – это событие номер один, наверное, на неделю. Все скажут, вы видели, вертолет летал. Кто, с какой точки можно сказать, что видел хотя бы какое-то воздушное средство, которое летало на территории Поднестровья за последние годы, я хочу сказать. Вадим, на теме колбасных хотел бы остановиться. Я так понимаю, вы там были несколько раз, да, с журналистом. Есть такая байка, да, что там просто невообразимое число вооружения, на самом деле там тысячи тонн. Ну, мы все помним, когда Шойгу пару лет назад приезжал в Приднестровье, он ходил и говорил, ребята, мы будем с вами договариваться, как утилизировать, то есть уничтожать вооружение, которое хранится в колбасне. Потому что оно не подлежит никакому там использованию просто из-за того, что ему уже очень много лет, более 30-40 лет. Что вы скажете? На территории этих складов я был неоднократно. Был я в том числе, когда приезжала сюда совместно в Приднестровье, совместная делегация заместителя секретарей Советов Безопасности России, Юрия Зубакова, и Украины Сергея Пирожкова. Визит был двухдневный, два дня. Они осмотрели предприятия в Приднестровье, которые по заявлениям СМИ, тогда не было слов фейки, были сообщения в СМИ, которые могут, дескать, производить какое-то оружие. Они побывали в ОГРВ и осмотрели, что ОГРВ имеет на своем, скажем так, оперативном и военном, скажем, пользовании. Они побывали в этих складах, и эти склады пустили и нас. Я это все видел. Я присутствовал при отправке эшелонов с 2001 по 2004 год. Из Колбасны в Россию ушло 33 эшелона с боеприпасами. Нас пускали на погрузку, при нас открывали ящики, при нас грузили все то, что было. Что вывозилось? Склады эти, они появились в 1991 году. Им уже 31 год. То есть то, что там хранится сейчас, оно привезено 31 год назад. А произведено... А произведено... Там есть боеприпасы, которые произведены в годы войны, Великой Отечественной войны. Им уже 80 лет. Так вот, грузили при нас то, что можно использовать в современной армии. Причем боеприпасы самые такие вот, которые вот сейчас, здесь, сегодня можно использовать. В 2003-2004 год, даже вот до тот момент, они были современными, их все вывезли. 45 тысяч тонн. 45 тысяч тонн ушло. Что оставляли? То, что трогать с места нельзя. То, что фактически в любой... Даже вот ящик вот так вот поднимешь, и ты уже рискуешь чем. Поэтому всегда говорили, и тогда уже разговор шел о необходимости утилизации. Были две программы, которые могли и должны были заработать, но не потянули они по объему. И Шойгу, когда приехал, он тоже говорил именно об этом. Об утилизации. Вывозить это, использовать это. Конечно, хотели же строить на месте завод специальный, чтобы это все уничтожать. Использовать, понимаете? Оно не взорвется там, куда ты пальнешься, оно взорвется у тебя, когда ты пытаешься это зарядить даже. Вот. И это все, старое, все это вот именно подлежит утилизации. Медленно, даже не взрыву, а медленной разборке, вытаскиванию в сторону вот эту взрывчатку, в сторону металл и на переплавку. Хорошо, мы здесь в Приднестровье сидим и все знаем, и все видели, и понимаем, что это фейк. Я не говорю, что... Ребята, это видела и украинская сторона. Я понимаю, но украинские пользователи Телеграма или молдавские пользователи Телеграма, Инстаграма этого не видели, поэтому им бесполезно сейчас рассказывать. Они видели ракету и палец, который сказал, о, смотрите, из Приднестровья летит. Мы что можем предоставить им в ответ или, может, как-то это предупредить, можем какие-то информационные вбросы, да, как сейчас говорят? В ответ мы можем представить только факты. Факты. Самое главное. На... в составе ОГРВ нету боевой бронированной техники. То есть того, что ездит и стреляет. Еще в 2003 году абсолютно все танки, все бронированные машины, которые были в ОГРВ, были под присмотром АБСЕ. Военных наблюдателей, я лично снимал это, в общем-то, военные дипломаты, посольств США, ФРГ с этими вот нашивочками стояли и провожали вот эти уходящие эшелоны с боевой техникой. Все, что можно было вывезти, вывезли. Когда пилили, там была тоже огромная толпа, более 20 каналов, если не ошибаюсь, которые приехали и снимали, как танки эти резали. А до этого, в 99-м году, 70 таких же машин просто расстреляли с гранатометом на нашем полигоне. То есть это все это, все это было. Что сегодня есть у ОГРВ? Да вы это видите каждый день, когда вы проезжаете через перотворческий пост. Вот тот железный-железный ящик, который стоит на этом ОГРВ, на посту, это единственная бронетехника, которая есть сегодня там. И сказать о том, о этой вот железяке знаете сколько лет? 50, ну как минимум 40 лет, потому что она называется ПТР 70-х годов. Вадим, спасибо большое. В общем, да, у нас такое правило, которое мы уже озвучивали, как бороться с фейками. Первое, это опровержение этого самого фейка, как мы и поступаем, даже на государственном уровне. Второе, это предоставление фактов, что этот самый фейк бы просто разоблачали. Самое интересное, о чем сказала в интервью в пятницу разоблачитель фейков, это как понять, что перед вами фейк. Если он вызывает у вас только эмоции и не несет никакой информации, то нужно сомневаться, что эта информация правда. Ну, вы знаете, вы сами понимаете, что, в общем-то, наверное, может быть и мой разговор тоже вызывает определенные эмоции, потому что я тоже, в общем-то, ну, я профессионально отношусь к тому, что пишут, я профессионально отношусь к тому, что видят. А люди, которые воспринимают, они это прокручивают через себя, через эмоции. Сейчас самое главное, это не давать выход этим эмоциям, не начинать становиться на чью-то сторону, пытаться, как говорится, доказать кому-то, кто прав, кто виноват. Вы поймите правильно, мы сильны, пока мы все вместе. У нас 30% русские, 30% украинцев. У нас молдаване, у нас болгары, у нас десятки других национальностей. Если мы начнем в своем доме каким-то образом пытаться определиться, за кого мы, против кого, стоит, не стоит, а нужна ли кому-то наша поддержка, а может быть она, как говорится, единственный кирпич, который изменит ситуацию, этим мы можем разрушить свой собственный внутренний дом. Мы, мы, у нас мир. У нас, да, тревожно, но у нас мирно. Это мирно надо сохранять до тех пор, пока мы это можем делать. Потому что вот это точно зависит только от нас. Все остальное от нас не зависит. Ну и второе. То, чем мы занимались, теми будем заниматься. Мы не давали повода, не даем и не будем давать ни одного повода. Никому усомнится в том, что Приднестровье – это мирное государство, в котором слово «мир» имеет значение. Мы знаем, что такое, когда нету мира. Мы это уже попробовали. Больше мы не хотим. И искренне желаем всем, тем, нашим соседям, чтобы у них тоже воцарился мир. А единственное, что мы можем для этого сделать – продолжать оставаться такими, какие мы есть. Мирный мир. Вадим, спасибо. У нас на связи был журналист ТСВ Вадим Булатович. 6 тысяч беженцев официально из Украины сейчас находятся в Приднестровье. Это данные оперштаба. 400 человек находятся в центрах для размещения беженцев. Все остальные живут либо в семьях, либо у родственников, либо у незнакомых людей. У нас на связи волонтер Евгений Чураев. Жень, привет. Тут нам буквально вчера подписчица писала, что никто никому не помогает. Беженцев сейчас много. Помощь никто не оказывает. А помогают только тем, кто живет в центрах для беженцев. Что скажешь на этот счет? Здравствуйте. Это неправильная информация. Это фейк. У нас первая тема была фейк. Вот ты сейчас подтверждаешь, что это фейк. Да. То есть люди, которые нуждаются в помощи, они нам звонят, о нас говорят. И они, когда к нам приходят в штаб, мы максимально оказываем ту помощь, которую мы можем. Зачем приходят в основном люди? Значит, наш штаб может... Чем занимается наш штаб? Мы находимся в каждом городе республики. Значит, мы занимаемся... Собираем продуктовый набор. Также у нас есть вещи и бытовая химия. Часто очень обращаются люди с маленькими детьми на руках. Если у нас есть возможность, мы им даем каши, всякие там пюрешки, памперсы, влажные салфетки. Ну, то есть, как бы предметы первой необходимости. Вещи это как бы постольку-поскольку, а вот именно химия и продукты, которые не скоро портящиеся. Крупы, консервы, сухие печенья, сухари, масло растительное, мука. Вот такое. Ну, кстати, вот девушка, которая написала нам в инстаграм, выяснила, что она обращалась в ваш штаб и сказала, что ей не смогли помочь. Потом мы запустили эту историю. Выяснила, что не смогли найти подходящий размер подгузника, памперсов для ее ребенка. Часто случаются такие ситуации? Возможно, да. Я столкнулся с такой ситуацией. Пришла женщина, говорит, нам нужны подгузники пятого размера. А у нас были только третий и четвертый. Она взяла там несколько штук четвертого. Ну так, что просто они пока у нее были, пока не найдут пятый размер. Люди, кто эти люди, кто приносит вот эти памперсы, бытовую химию, крупы, одежды, только люди, либо бизнес может как-то помогает? Сознательные граждане нашей республики, неравнодушные. В один вечер мы просто разбирали, мы там в конференц-зале организовали, так скажем, склад, да. И разбирали, что люди принесли, и подъехала машина, вышел молодой парень с девушкой, мол, ребята, помогите там выгрузить машину. Мы вышли, машина под завязку была забита детским питанием, бытовой химией, много вещей, много книжек, много канцелярии. Если не ошибаюсь, что-то еще по медикаментам, там зеленка, йод, витамин С, бинты. То есть, как это уже под вечер выяснилось, эта девушка-блогер в Приднестровье, у нее там 28 тысяч подписчиков. Она кинула клич по своим подписчикам, собрала, что они ей дали, и поехала сама, купила со своим парнем, возможно. И нам привезли. То есть, обычные неравнодушные граждане. Еще был случай, девочки привезли, у них в Слободзее был магазин, но в связи с этой обстановкой он закрылся, и осталось много новых вещей для маленьких детей, там от нуля и до пяти, трех лет до пяти. Вот. И они две коробки этих новых вещей тоже нам передали. Ну, понятно, что... То есть, бизнес тоже принимает участие в этой ситуации. Понятно. Вот мы вот говорим о тех четырехстах людях, которые находятся в центрах размещения для беженцев. А как вы оказали помощь тем, кто живет, может быть, у родственников, кто приехал, у кого есть где жить, но у кого тоже заканчиваются деньги на еду, на те же памперсы? Многие говорили, привезли с собой 20 тысяч гривен, а поменяли на наш курс, а эти деньги улетели за пару дней. Это несколько тысяч человек, тоже беженцев, которые тоже в сложном положении сейчас оказались. Ну, что касается денег, мы, конечно, финансово не помогаем. У нас есть телефон... Штаб работает с 11 до 4. У нас есть телефон 52-3-пятерки через код 533. Пусть, ну, человек, который нуждается в помощи, позвонит и нам скажет, в чем именно он нуждается. Если это будет в наших силах, мы поможем. Если нет, максимально поможем решить ту или иную проблему. Обязательно звоните, или он может прийти в ваш офис, вы скажете, вот у нас есть тушенка, сахар, печенье для детей, берите прямо сейчас. Могут просто прийти, да, с 11 до 4, Ленина 37, пожалуйста. Штаб волонтеров рядом. Я слышал, в конце прошлой недели был момент, когда, казалось бы, вот перелом произошел, стабилизировалась немного ситуация, а потом резко пошли беженцы, с паланки начали возить сюда чуть ли не автобусами. И оказалось, что волонтеры, ну, не набрали такой огромный себе склад, чтобы с него можно было постоянно что-то выдавать. И оказались так, немного пустые склады. Как вы выбирались из этой ситуации? Ну, мы не одни по городу. По городу существует ряд еще других волонтерских организаций. Что касается нас, да, немного склад опустел. Но, я думаю, да, даже вот сегодня немножко он уже заполнился. Также люди, которые хотят помогать, привезли продукты, одежду, химию. На сегодняшний день нуждаемся в помощи, да. Люди, у которых есть возможность помочь, мы будем рады эту помощь взять и передать беженцам. Скажите, как это все сделать, куда нести? Просто приезжайте в Ленина 37, с 11 до 4. Для уточнения вопросов можете звонить 52-35, плюс код города 533. Ну, это Террасполя, а во всех остальных городах тоже можно на сайте посмотреть адреса, да? Да, в каждом городе есть штаб волонтеров, мы рядом. Для уточнения номера того или иного города можете нам на центральный штаб позвонить, мы уже дадим номера. Ага, все. Женя, сейчас очень популярная тема о беженцах. Если вы сидите в ТикТоке или читаете какие-то паблики, особенно вот в Кишине популярная тема неблагодарные беженцы, которые ругаются, мусорят, требуют каких-то выплат. Вот вы общаетесь с этими людьми у нас здесь. Вот вы можете что-то по этому поводу сказать? Были у нас какие-то такие случаи? Об этих ситуациях я только читал и смотрел видео. Также из соседнего государства, из Кишинева. Мы на сегодняшний день с такими ситуациями не сталкивались еще. И будем надеяться на то, что мы не будем сталкиваться с ними. Все те, кто приходит к нам, очень благодарны. И мы готовы помогать не один раз. А человек придет, возьмет себе питание на 3-4 дня. Придет еще раз, мы еще раз поможем. Вот с этой неблагодарностью от беженцев мы еще не сталкивались. Что вам люди говорят? Приднестровская граница закрыта, все выезжают в Молдову через Паланку, Тудора и так далее. И каким-то образом попадают в Приднестровье. Что они говорят, почему они решают осесть, не знаю, в террас поле Бендера? Они как-то намеренно делают вот этот крюк через Паланку и все равно приезжают к нам. У многих есть здесь дальние родственники, сестры, братья, кумов, я. Вот случай был недавно, в селе Чебручи так обосновалась хорошо семья крупная. Брат приехал к брату, что-то такое, да, брат или сестра к брату. Но их там 17 человек. Они тоже посетили наш штаб. Мы максимально помогли им, что у нас было на тот момент. Почему к нам? Да, край у нас хороший, люди добрые. Да и, в принципе, я считаю, что братские народы должны помогать друг другу. А что это за люди, которые к вам приходят за помощью? Это матери с детьми, это, может быть, старики. Это те, кто приехал сюда, чтобы переждать до лучших времен. Или найти здесь работу, попытаться устроить ребенка в детский садик. В основном кто это? Абсолютно это обычные люди, да, матери с детьми, бабушки с внуками, бабушки с детьми. И многие планируют тут как бы пересидеть, вот этот переломный момент в их государстве. А многие, вот я неоднократно уже слышу, что там, допустим, одна молодая девушка с ребенком, говорит, мне у вас в республике очень понравилось, даже планирует остаться. Все дети, наше же государство максимально помогает беженцам. Дети могут ходить в школы, в секции, в детские сады. Их никто из государства гнать не будет. Они тут у нас на неопределенный период до стабилизации ситуации. Жень, в завершении, прям буквально на пальцах, скажи, что сейчас больше всего нужно беженцам, чему будут рады в волонтерских штабах? Что нужно приносить? Бытовая химия и нескоро портящиеся продукты. Крупы, растительное масло, консервы. Памперсы. Памперсы. Памперсы и химия. Бытовая химия это и шампуни, и мыло, все, да? Все, что туда подходит. Шампуни, зубные пасты, зубные щетки, салфетки, ушные палочки. Все. Гели для душа, мыло обычное. Антисептики. Актуально сейчас. Спасибо большое. Евгений Нечераев у нас был на связи. Волонтер штаба «Мы рядом». Этот штаб во всех городах Приднестрова, не только в Террасполе, оказывает уже больше недели помощь беженцам из Украины. Женя, спасибо. Это было экспертное мнение на ТСВ. Сразу после нас новости. Все самое интересное за день. Не переключайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова